Минду земляки. Представляю вам следующего гостя. Это кандидат депутата Народного хурала по калмыцкому одномандатному избирательному округу номер 15 от партии «Единая Россия» Михаил Олимжеевич Какаев. Итак, Михаил Олимжеевич родился у нас в 1974 году в поселке Гошонбургуста Киченеровского района. Там окончил школу 8 классов, после чего поступил в СПТУ и получил первую специальность механизатор широкого профиля. Далее Михаил получил высшее образование в Калмыцком государственном университете по специальности за технию. В настоящее время является депутатом Киченеровского районного муниципального образования, а также заместителем председателя Ассоциации фермерских хозяйств. Михаил женат, воспитывает пятерых детей и двух внуков. Итак, дорогие друзья, сегодня следующий гость Какаев Михаил Олимжеевич. Минут, дорогие друзья, я сегодня в гостях у Санала. Санал приветствует. Благодарю, что позвал нас. Спасибо, что пришел. Сразу первым вопросом нам необходимо объяснить людям, что относится к 15-м избирательному округу, поскольку ты кандидат депутат по 15-м одномандатному округу. Нам необходимо разъяснить. Я так понимаю, что это Киченеровский район полностью? Да, это все поселения Киченеровского района. И на сегодняшний день 15 округ входит до Троицкого, целийный район до Троицкого села. Это Верхний Яшкуль, это Найтахин. Прудового бывшего. Да, это Чагарта. С этой стороны это Икичунус, Ленинский, Икичунус. Да, Алтенблук. Западный. Да, Багачанус. И Авата. Авата и Яланта. И Яланта. Это в итоге сколько поселков? Это получается 8 поселений, да, вот Целинского района и Кичневского района. Очень большая территория. Да, это территория очень большая на сегодняшний день. Так объединили, округ такой. Ну, в принципе, я считаю, что это как-то хорошо, потому что встречаясь, обезжаясь с людьми, они видят там и спрашивают, допустим, Целинского района. Вот у вас в Кичневском районе поселения на сегодняшний день очень большое внимание. Это программа, это капитальный ремонт школ, это детские сады, фабы и, конечно, там спортплощадки, да, мини-футбол. А, то есть уже по встрече с избирательным видно, что в одном районе так, в другом районе так. Да, они видят, вот люди сами спрашивают. Прям разница есть, да? Они спрашивают, говорят, вот у нас тоже мы хотели бы, ну, чтобы... Так было. Они видят, что Кичневский район, говорят, что бурно как-то развивается, там, конечно, мы говорим, что да, этот опыт, который есть у нас, работая на сегодняшний день депутатом, да, районом, и командой в целом, что мы можем, да, как-то... Это добрить. Перенести в поселение срединного района. Я Мишу знаю давно, опять будут говорить кичневенцы, но Миша, он по Кичневенскому району идет, в Кичневенский округ, и с детства, в принципе, я в детстве ездил в поселок Абилин, ныне поселок Гошума-Густа, там мы как бы общались, и потом уже когда-то взрослели. Миша, у меня вот такой вопрос, ну, мы будем на «ты», поэтому сразу скажу, Миша, у меня такой вопрос, в связи с чем ты решил стать, решил выдвинуться в народный хурал, я знаю, была социология, был праймерис, где ты тоже хороший, да, показатель, да, вот в связи с чем, почему, для чего? Я думаю, что есть некий опыт, багаж, знания своих, которые могу попробовать и в народном хурале. А до этого я же два созыва, это второй созыв, районный депутат, работаю, начал с сельским муниципальным. В Кашуму-Рагустинском, да? Да, в Кашуму-Рагустинском. В принципе, это так, поэтапно, сельские районы. А, ну, это логично тогда, если уже на республиканскую площадку выходить, это логично. Миш, вот, чтобы Михаил Какаев рассказал о себе, чтобы нас смотрят, наш проект уже как бы стал развиваться, я благодарен тебе, что ты пришел, представитель партии «День России», думал, не будут приходить, а оказывается, наоборот, очень реально. Что будет ли ты рассказал о себе, я подписался на твои соцсети, смотрю, ведешь профессионально, очень много встреч с избирателями. Ну, прийти, конечно, я рад, чтобы позвали, прошу. О себе, конечно, я родился и вырос в Кашуму-Рагустинском районе, поселке Гашум-Рагустин, многодетельной семье, это у нас братья и сестры Р-8, родители мои, отец, он механизатор, аргеноносец. Мать, ну, ветеран труда, мать-ветеран труда тоже. Ты не говоришь, что ты младший сын, самый младший. Я говорю, самый младший в 8-м году. В 8-м году. Да, пятеро братья, три сестры у нас. У самого, конечно, мы с супругой прожили уже треть века, можно так сказать, 30 лет вместе. 30 лет, да. Да, у нас пятеро детей, двое внуков. Уже внуки есть. Да, уже внуки, сегодня внуку, старшему внуку 4 года, внучке уже годик. Вот, где-то так. Ну, это семейное положение, что это, чем занимался, учился? Я же начинал учиться, после 8-го класса поступил в СПТУ-2, это школа-механизатор, да, профтехучилище. Закончил его. Это на комбайне? Да, это считался. Тракторист, машинист, широкого профиля. Это сейчас считается, это надо сейчас внедрять опять. Ну, я думаю, да, это надо внедрять, потому что на сегодняшний день этот кадровый вопрос такой, который нужен на селе. Ты тракторист, машинист, широкого профиля. Да, и водитель, профессионал. А потом закончил наш университет в Затыхнии. Ну, Затыхнии, почему? Потому что все связано с сельским хозяйством. Это с 90-го года я работал в поселке Горшом. Он тогда обильный был, в совхоз обильный. И в совхоз обильный я работал помощником гортоправа у Вратовской. И с того времени, как с селом фермерства, с селом, с этим все связано. Поэтому я Затыхнии потом закончил. А почему решил получить высшее образование? На точке седельника, что тут хорошо. Зачем решил? Высшее образование, это же познание. Это же более, если тут подход, когда, ну, как сказать, обычный. А вот, да, практически. Но еще нужен такой профессиональный подход, когда уже ты более и более вооружен знаниями. И который помогает в сельском хозяйстве. Я на сегодняшний день даже говорю о том, что в нашем сельскохозяйстве надо подход научный еще внести. Это более такой революционный. Допустим, это по кормовым базам тоже я разговаривал. И вот ездил в другие регионы, смотрел. Там есть тема, вот, зеленый корм называется. Прорачивание зеленого корма. Это где на 150 квадратов можно выращивать где-то до полуторитонны в сутки зеленого корма. Это гидропоника? Да, это гидропоника, но она более и более сейчас уже совершенствована. Совершенствована? Совершенствована, да. И вот, вот этот, такие подходы, мне кажется, что они могут как-то помочь сельскому хозяйству. Ну, во-первых, допустим, если у нас говорят, что идет опустынивание, а опустынивание, там, ну, различные способы есть, там, чтобы остановить, там, так далее. Один из способов, это, наверное, я так думаю, просто оставить, это надо степь в покое. Ты знаешь, недавно новость была, оказывается, приехали какие-то научные сотрудники и появлялись в заповеднике Черной земли, где территория была, считалась пустынной, сейчас она, как бы, земля-земля возрождается. Она земля восстанавливается? Восстана, поскольку там нет человека, там нет присутствия человека, нет присутствия сверхозживотных, только дикие животные, зайгайки, волки, лисы, и земля сама по себе восстанавливается. Поэтому я говорю, если оставить степь немного в покое, то земля восстановится. А в этом случае, это как, допустим, это фермер может у себя выращивать этот зеленый корм в 150 квадратах, ну, без разницы, может, он 300 квадратов, может, он захочет, там, 3 тонны в сутки, в зависимости от поголовья. Он этот корм может выращивать, зеленым кормом кормить его. Чтобы, да, и в природе... Да, получается, скот также будет оставаться на пастбище, также в уголь, на все, но при этом просто питание будет получать уже здесь, вот, в зеленом корме. А в пастбище это просто прогуляция будет так. То есть, именно этим ты будешь заниматься в Народовхорале? Не, ну, это я просто говорю, что... Ну, как одно из решений, да. Как одно из решений. Да, я согласен, проблема просто не актуальна, и, кстати, с кем-то мы затрагивали здесь Юлью, и мне очень приятно, что ты ее сам озвучишь, и пути решения уже какие-то... Да, есть, допустим, профессора, которым я ездил, ознакомился, смотрел у них, как это все происходит. Ну, они это все делают, почему? Потому что у них это стойло по голове, и этот зеленый корм пророщили и кормят, и еще вдобавка не кормят, это матночное по голове, это дойное по голове. Поэтому зеленый корм, это получается, что это витамины, это постоянно... Зеленый корм постоянно, каждый день, он и получается... Полезен. Полезен, да. Это целый комплекс получается, витаминовые стебли и корняк. Миш, я смотрел, твои сушити там, или хоть статью читал, какое-то отношение ты имеешь к Ассоциации Христианских Хозяйств Калмыкии? Да, я являюсь заместителем Ассоциации Христианских Хозяйств. Это председатель у нас Удаев. Владимир Владимирович, на сегодняшний день является заместителем его. Ну и там мы тоже прорабатываем, разговариваем, тоже упорчиваем. Ну вот этот вопрос такой, тот только увидел, что ты заместитель, а деятельность ассоциации к нигде публичную не видно. Может, ты расскажешь, чем занимается, рабочая это ассоциация, наверное, не рабочая. Фермерам помогает, не помогает. Есть ли интерес у фермеров сотрудничество с ассоциацией? Это же общественная организация, да? Это общественная организация, да, все на общественном начале. Но при этом всем, допустим, с Министерства сельскохозяйства ассоциация непосредственно работает. Сотрудничество, да? Да, сотрудничество. Потому что даже если взять те же гранты, которые выдаются, агростартап, семейная ферма, кооперативы, тоже на этих грантах есть члены ассоциаций, которые отстаивают фермеров, которые участвуют. Да, поэтому принимаем участие. Если, допустим, все знают, что комиссии, заседание комиссии, все открыто, все честно, четко, документы хорошие, получают гранты. Мы в этом способствуем. Давай перейдем к нашему родному Кеченеровскому району. Какая там сейчас ситуация? Ты сказал, мне было приятно слышать, что соленники где-то завистью спрашивают, как сделать точно так же. Действительно ли хорошо или есть ли проблемы? Давай поговорим о них. Обозначим. Так скажу, допустим, не проблемы, а вопросы. Есть вопросы, наряду такие же. Первое, когда встречаются, это дороги поселениям и вода, водоснабжение. Это то, что, скажем, волнует, и люди вопросы задают, они гадируют, и наказы тоже дают. Именно вот эти вопросы. Но у нас в районе, допустим, затронем тот же родной поселок Гошенбургаста, а на сегодняшний день асфальтированное. Весь поселок или подъезд поселок? Подъезд поселок асфальтированное, да, и до школы. До школы. Также ведется сейчас и вода тоже в Гошенбургаста идет. Это с Киченер в Гошенбургасту. Идет водопровод. Я видел ВКонтакте у тебя, что там подрядчик уже определили, Да, подрядчик все, работают, когда? В этом году, да? Да, до конца года должны. То есть будет водопровод в Гошенбургасте помнить? Это подводящие сети. На следующий год будет разводящие по Гошенбургасте. Соответственно, наверное, и канализация, или нет? пока так, И поэтому тоже в других поселениях, допустим, Шахта. На сегодняшний день идет полностью восстанавливает этот Грейгер до поселка Шахта. Тоже подрядчики есть, уже работают. Здесь поподробнее, это такая сложная дорога. Я в 2021 году, когда был кандидатом, мы туда ездили, всегда этот вопрос поднимал. До 2021 года поднимался. То есть, там, что сейчас будут делать? Перекладывают Грейгер. Это есть там проблемные места, это где уже практически этого нету. грейдера. то есть, грейдер, щебенки нету, и в тех местах, они его перекладывают, и от начала уже они там прошли более 12 километров, это нарезание корыта, и засыпает щебеньное. то есть, асвальт еще там? Ну, на сегодняшний день хоть эта дорога, что я... у нас в районе проблемные дороги, это же Шата, Чкала-Волцинхута, и Сарпа. Чкала, она там на трассе стоит. Между ними, Чкала-Волцинхуту, на Ацинхуту и Сарпа, Нет, Туктун. А, и Туктун. То есть, всегда там были проблемы, и там дорожное покрытие щебеночное, щебеночное. У нас прям каждый год зимой убивается от этого, да? Ну, все равно, конечно, это ведут работы, всегда филерок, идет этот филерок всего грейдера, где выравнивают, восстанавливают, именно, не то, что по программе, ну, просто... Ну, да, чтобы поддерживать. Я знаю, когда вот зимой, перед зимой восстанавливают, и после зимы специально поднимают щебенку, чтобы она не... Но это было всегда, да, даже когда я там жил. Миш, давай поговорим о такой проблеме. Мне вот интересно вообще это затронуть. Сегодня у меня был кандидат депутаты по Сарпинскому району, Артем, от КПРФ, и он там привел пример, что они в поселке Рассвет с группой выехали, 87-88 человек, почистили родники. На следующий день стали они бить, и там уже такой небольшой пруд. У нас проблема у родников. Как смотрим, вот тут в обильном, ты ее помнишь, какой был пруд? Всегда родники били. Мой дед говорил, что они вот это, хранятся, это шкурка, да, специально забивали их, чтобы родники не били сильно. А сейчас у нас наоборот. Ну, я думаю, может, подешевать даже связанное и с климатическим? вот с климатическим. Как там? Я думаю, что раньше, допустим, за пруды делали, были водоемы большие, из-за того, что зимой снега были большие. А на сегодня тоже климатически чуть-чуть не так. раньше тоже и дожди весной были сильные. Но все равно, допустим, своими силами жители в некоторых поселках они за пруды делают. Если будет пруд, зеркало, то и родники будут видеть. Да, водовый руд, да? Даже шум пропустеют наши, тоже жители сами закрывали, тоже водоем есть. То есть вы занимаетесь этим там? да. Ну, вот я думаю, что это такая глобальная. я согласен, что это природные какие-то изменения, когда ты оклизм. Вот еще вот про воду вопрос. Что с Сарпой сейчас там, С озером? Озеро Сарпа, ну вот в последнее время вода потихоньку пребывает там в Сарпе. Если раньше, допустим, сказать там лет 4 назад, там вообще она практически высохла. А сейчас вот 20-21 высохла она вообще. А сейчас наполовину она есть, вода там, в Сарпе. уже наполняется. Это вот я тоже не понимаю, это родниковая вода или с Волги? Нет, это же по каналу, который сбрасывается от большой царынги, от риса. то есть мы зависим от сброса воды. Да. От количества. Ну и опять же, это, допустим, не родниковая вода, это талая вода, которая собирается. Опять же, можно вернуться к тем, что у нас нет таких снегов, и вот из-за этого тоже она не набирается. и плюс, например, ну не знаю, ну это, допустим, это мое мнение, но чтобы летом было очень так жарко, сильно, да, вот на сегодня даже. Сегодня? Вчера? Она тоже дает свои испарения, поэтому она все это сказывает. Я понимаю, что не только там человек принимал от моей природы, как бы идут изменения, но это, я считаю, что вот проблемы родников, особенно в нашем районе, прудов, это важно, потому что наш район всегда был такой родниковый, всегда, где-где, у нас кинженерных проблем не было с водой, потому что я в Олисту приехал, я удивился, оказывается, я думаю, что родники, да, надо все равно их чистить, все равно смотреть, поддерживать, поддерживать, да, есть вопросы, даже у нас в селе, допустим, есть тоже вопросы, тоже жителям, когда встречались, они говорили, подумали вопрос о том, что надо почистить родники, надо их огородить, ну, пусть хоть чуть-чуть, но все равно, да, есть большие родники, которые все равно идут, вода потихоньку, потихоньку, но родник живет. Еще какие бы вопросы с Кишневой района? его обозначил ну в принципе я скажу что в целом вопросы которые есть по поселениям они решается у нас и решается какая администрация как депутатский корпус да и в принципе поселениях люди тоже сами за свою каждый за свою силу переживает соответственно относится соответственно встречи с избирательными ты часто много проводишь какие как встречает я вот недавно задал вопрос тоже артему не выгоняет не бьют или наоборот надо идти отсюда я считаю что жители они сегодня да вот сегодняшние выборы котором народных урал 17 округов и идут одномандатники до 18 и это люди и сами выбирают мне это не не по списку ничто на то люди сами выбирает и поэтому когда приезжаешь разговариваешь они конечно нормально до относится слушают наказаться и дают пожелания какие ну хотелось бы и последующим все это до записываем и говорим последующим если что есть еще давать этому контакты все есть есть у нас тоже контакты они смотрят пишите вопросы какие там вдруг появляется еще но я думаю что я же говорю вот основная проблема это дороги и вода и все это вот в поселениях допустим что и целинном районе мы ездим следующие уйдут уже кто-то говорит что у кого-то есть капитальный роман школу кого-то нет у кого-то есть клуб где-то хотят клуб вот такие вопросы они ведут сейчас поселка идет стройка ты видим непосредственно занимаемся на каком этапе хотел бы чтоб сам сказать что строить строительство чего ну ходу ходил чтоб ты сам об этом сказал я сказал пользуясь лучи может быть даже обратиться до поселке кишнир это такой район такой масштабное строительство хурула конечно пользуясь случаем обращаюсь спасибо поблагодарить людей когда непосредственно принимали участие не то что там кто-то денежная кто-то руками помогает именно что сильная такая поддержка я беру мои много моих знакомых ходили хурул ломбатку крутили да это это все вот эти канонические части люди сами принимают участие молитвы там крутить и подготавливать там делать это ца ца глины и статуэтки да из изображения буты мерды и я считаю что на сегодня религия духовность она объединяет людей да вот и сегодня это нужно как никогда что когда объединялись люди могли вот встречаться разговаривать открыто доверяя друг другу и строительство хурула мы начали третий год хотя многие некоторые говорят что темп очень хорошим темп хорошие строительство мы его не останавливаем даже и зимой не останавливали шли работы данным на данный момент уже внутренние работы уже штукатурка шпаклевка заканчивается отдел когда заканчивается проводка все тоже раскиданы открытие конечно все вопросы задают от когда открытие я это мое мнение открытие мы хотели бы сделать на апрель месяце это когда фестиваль тюльпанов следующем годе до следующий год чтобы когда фестиваль тюльпанов гости приезжие люди да сами жители которые москве лимон где там работа не могли приехать ну и конечно это месяц фестиваль тюльпанов это когда праздник тюльпанов да и открытие хурула я думаю что это будет ну отлично уже как сложно вести общественную стройку для народную стройку я знаю ты непосредственно это курирует за ним до хотел бы чтобы да ты с людьми поделился этим опытом ну здесь относиться конечно многие говорят допустим вопросы задают вопрос то что хватает для время откуда время да там либо это как то ты сам я считаю что времени особенно коллеги дал надо уделять время для того чтобы как улучшить да вот не только в районе там построить хурул ну это каждый сам все меняет только начиная с самого себя если ты пошел на это ты понимаешь воспринимаешь где-то слушаешь лекции приезжают монахи там большие до учителя и потихоньку потихоньку она дает такую как сказать ну внутреннюю лучшую услуги когда я считаю что допустим религию религиозным человеком духовности она дает спокойствие и не надо там искать большего чего-то да там не надо бежать в москву там или там питер там работать или вообще уехать в америку там я считаю что это дает именно то что мы живем вот это наша земля да вот наша республика наш район на село как всегда старики говорили где родился там пригодился и вот этот чаша не колебается да у человека когда если он духовно богат и поэтому я считаю что и в школах надо как то есть это так ты знаешь как завуалировано а патриотизм и сказал да со стороны людей так ну я так понимаю ну в школах в школах тоже учеников дети это это наше богатство наше счастье да когда они подрастают чтобы духовность тоже в них это было допустим будет ставить хуру в хуруле будет классы где школьники будут проходить и именно это объяснять что что такое религия там начинаться там с того с чего это все начинается я думаю что это мое мнение что это на сегодняшний день думаю нужно вот я брал газеты у вас в штабе единая россия и и вот вижу вот лозунг сейчас я выбирай единую калмыкию здесь богатого вот что для тебя значит лозунг единая калмыкия вот ваша партия идет стресс таки ну давай такой вопрос что для меня лично допустим ваша партия и ты вот имеешь ввиду эти коллеги единые калмыкии почему я спрашиваю потому что было же много избирательных кампаний повторение тренешь раньше было у единости единая калмыкия в единой россии сейчас просто единая калмыкия ну что для тебя это значит я считаю что на сегодняшний день вот в калмыкии у нас жители да очень мало и вот это разросленность да вот что каждый район там по себе или каждое село по себе дам или каждый рот по себе для разделения официально для меня вот единая да вот когда мы должны единая калмыкия быть когда можно будет допустим к любой жителю есть это будет народная депутат у него житель который он они сами выбрали да и когда они могут к нему обратиться и все это будет доступно и что вот эти наболевшие вопросы они не будут так просто там где-то там на кухне или где-то обсуждаться да вот именно донести до этого депутата который то есть имеющие вот это вот расстояние между властью населением чтобы раз чтобы не не было этого расстояния да вообще для нам не было сокращено и вообще не было что обратная связь тоже все все их всегда постоянно было что это единая она что было это калмыкия она была единой целой наш и депутат на сегодня эти выборы они дадут что будет народный депутат от округа да когда люди могут ему написать или прийти или встретить и и сказать да и когда он сам приезжает и будет отчитываться там ну что сделано или что надо сделать людей спросить а не так когда допустим да не крык ну как поселением ездишь и люди говорят мы даже не знаем кто депутат народных уралов в лица там не знаем но у нас от кичинеровского района есть три депутата два из них из земли россии есть действующие но они наверно тоже очень многое делали давайте поговорим о твоих кандидатах ой о твоих соперниях каляева собор ир сонна с институт его года лдпр каная садин людменич кпрф музаев борис санжиевич справедливо россии за правду не билинский мутираю санал александрович новые люди на мысов санал николаевич рпсс рпсс ну ты знаешь здесь здесь как же со списка получается что с села грошу в руку ставим на ныне ну наверное это такая земля которая дает таких кто может пойти попробовать себя много отличный ответ понятно насколько понимаешь ты осознаешь скорее всего здесь такое слово уместно ответственность ответственность тем более смотрите сейчас ваша же партия единая россия шумят об этом инициируют закон законопроект о том чтобы депутат отчитывался либо раз год либо раз полгода бармак от них приходил он один из инициаторов я я ему внес инициативу ежеквартально я думаю что я народный хурал да все равно есть ответственность не то что там законопроект принят о том что надо отчитываться до депутата он все равно уже у него это ответственность должна быть потому что я понимаю это общественное да вот все но депутатом он ответственно от того округа от которого он пошел в первую очередь перед людьми поэтому законопроект это хорошо но все равно ответственностью не не раньше не потом никто не снимал здесь есть такой вопрос возникает ты от округа ответственность за это то есть за другие территории не несет не я сказал первую очередь для за на руку все здесь по пятнадцатую группу первую очередь я несу ответственность и отчитываюсь перед ней но при этом будучи там депутат народного хурала уже все за всю калмыкии потому что здесь и все понятно заключение я всегда даю своим гостям пару минут сказать это пожелание слова ну в свою очередь конечно да я хотел бы есть пожелание о том что люди чтобы осознанно до жители осознанно проходили на выборы выбирали тех кандидатов которых им импонирует которыми может нравится может быть есть не критом момент родственные там отношения но чтобы проходили данный выбор потому что пришли да потому что на сегодня вот эти выборы это немножко другой до формат когда каждый житель может выбрать может выбрать может проголосовать прийти за того или иного кандидата который он хочет и который он видит поэтому такое пожелание приходите голосуйте спасибо что пришел я очень благодарен видеть тебя на своем проекте всего благодарю еще раз на то что позвал рад тебе